Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то, наконец-то новый выпуск! Дело в том, что была погода отвратительная просто, но вы в курсе, минус 8, минус 20. Мы давно уже вышли поснимать, и наконец-то солнышко. И тема-то сегодня будет такая, как бы, жаркая. Мы попробуем поговорить сегодня про секс. Надеюсь, люди немного хотя бы мне откроются, потому что, если не получишь сообщение на эту тему... Пошли в жопу, какие-то озабоченные полпокеры. Я бы сейчас расхуярю. План Б тогда есть. Видите, я специально в камуфляжной куртке. Если что, мы снимаем 21 февраля, будем говорить про День защитника Отечества. Если что, будем соскакивать на очень банальную, тупую тему. Все, это проект ОК Гуриус. Давайте начинать. Во-первых, вы очень модно выглядите. Спасибо. Начал с комплимента. Ты не из Калининграда, судя по всему? С Варшавы. Границу открыли? Границы не открыли. Граница только в голове. Да, да, да. Как ты в целом относишься к такому явлению, как секс? Положительно. Как еще можешь к нему относиться? У тебя был, кстати, секс за деньги? Нет. Я это не понимаю, я в этом не участвую. Как ты в целом относишься к такому явлению, как секс? Я это не понимаю, я в этом не участвую. Ну, я типа не тот человек, который вообще ведет активную сексуальную жизнь прям такую. Секс – это не твоя сильная сторона. Ну, это же все равно высшая какая-то степень удовольствия, нет разве? Нет. Прогуляться по набережной в закат в лазурное небо, когда желтые фонари освещают тебе дорогу вперед. Ну, собственно, вот только что ты испалился, что ты девственник. Отличается чем-нибудь секс с девушкой из России и девушкой из Польши? Европейские женщины, они более раскрепощенные и более извращенные. Можно перейти к сексу сразу. Что ты снимаешь? Я снимаю тиктоки. В тиктоке, кстати, тоже много сейчас стало пошлого контента. Я считаю, что тикток должен банить все такие тренды и так далее. Я поднимаю эту тему, но забанили меня. Забанили меня. Каких нахер этого девственника из Польши? С вами родители в какой-то момент вообще разговаривали про это? Да нет, справились. Не, ну это понятно. Ну вот вы планируете в будущем поговорить с ребенком? Пожалуйста, сам пускай. Серьезно? Да. Все самое необходимое я ему в карман засуну. Даже могу постелить где-то ему постельку за стенкой, чистить. Главное, чтобы рядом. Но не будет так подслушивать через тебя? Нет, так не буду. Главное, что я знаю, что девочка чистенькая, ухоженькая, все хорошо. Ролевые игры, кстати, были у вас пока? Да, да. Есть ли актеры хорошие? Я сняла парик на распродаже. Не шутишься. Да, блондинки. Одела его и прихожу к мужу, я говорю, а как насчет блондинки? Многие связывают первый секс с неудачей какой-то. Да. Это выглядело все странно, это было все монотонно, долго. Если бы ты с парика начала бы, мне кажется, там такой стресс был бы. Нет, нет, все было долго, монотонно. Долго? Раскачивали. Но это сейчас был комплимент твоего мужа, на самом деле. Нет, 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 не в этом плане, долго все раскачивалось и начиналось. Это быстро напишет, и все. Ну, в принципе, муж стоит, может у него случится. Он же не знает, о чем мы сейчас говорим, да? Да, да, да. Все, вот мы и обсудили твоего мужа. Помнишь вы первый раз? Ну да, но это не было идеально. Ты когда-то смотришь там какие-нибудь порно-фильмы, там все так уверенно, да. По этой уверенности ты позвал кого-нибудь, чтобы кто-то вас снимал. Какой у тебя был самый необычный секс? На бильярном столе, я в частном доме. Ну ты попал в лунку. Да, да, да. Да, это один сюжет с порнухи все-таки сбился. Пока еще не сбывшаяся сексуальная фантазия. В каком-нибудь общественном месте, но я не в том, что площадь там, знаешь, где это собирается. На митинге. Да, на митинге. Нормально. Мы говорим сегодня про секс с людьми. Про это нужно вообще разговаривать? Да, вообще нужно, но не со всеми подряд. Ну, смотря на что именно. Я не знаю, что сказать. Короче, план Б. 23 февраля. Как относитесь к этому празднику? Нормально. Всего спасибо. В целом, 23 февраля. Актуальная тема. Ты из Калининграда? Нет, но я переехала. Что-то я смотрела ваше видео и переехала. Вы меня вдохновили. Ну ты, ну, не ври так, наверное, на камеру нам сразу. А откуда ты переехала? Я из Новокузнецка. Ты одинока? Да. Найдем тебе кого-нибудь? Давай. Требования? Да просто, чтобы был. Ну, блин. Ты сейчас себе понапишут, писки накидает тебя в директ. Сейчас я ссылку тебе оставлю. Какой-нибудь самый необычный сексуальный опыт в твоей жизни? Ну, на природе, может быть. Можно окно открыть дома, типа, как будто на свежем воздухе. Три плюса секса, три минуса. Ну, минус, к нему надо готовиться, девочкам. Побриться, все дела. Ну, парню тоже надо же потратить время. Ну, что, парни ничего не делают? Прийти. Ну, если вдруг когда-нибудь во время секса парень снимет штаны и после этого еще придет снять трусы, и там ты увидишь, что человек не подготовился, тебе как будто неприятно. Нет, к парню нету претензий, к себе есть. Какого хера несправедливость, почему девушкам сложнее достичь оргазма? Ты же вот в любом, как и все девушки, в 99% случаев ты симулировала. Ну, бывало. Уважаемые девушки, как-то достигайте оргазма пораньше. Не все могут 2 часа, сорян. Можно и за 3 минуты успеть. Если ты трахаешься с флешем из Марвела. Давно у тебя был секс? Да. В Калининграде еще не было? Нет. Ты давно переехала? Давайте не будем говорить, когда я переехала. Алло. Я у колонны интервью про секс даю. Просто у колонны даю, скажи. У колонны, где мы договорились встретиться. Сейчас мы опустимся на дно пошлых шуток. Размер важен? Нет. Не, ну прям совсем, если там... Ну, не как Ивлеева, про 15. Я про пенсию. Собираешься уезжать обратно в Новокузнец? Нет. Ты что, ты прям на постоянку переехала? Да. Когда переехала? Так, нет-нет-нет, я не куплюсь. Хочешь классную мебель из Икея, но границы закрыты и тебе даже некуда присесть? Сломалась машина, а необходимые запчасти только в Москве? Доставка грузов от БПК-экспресс. Оформи покупку онлайн. И через 3-4 дня товар будет уже у тебя, где бы ты ни находился. БПК. Почта значит быстро. Добрый день. Я прошу прощения, можно буквально пару вопросов? Просто сегодня общаемся на очень такую важную тему, мне кажется, на тему секса. Нет? Не хотите, да, уже про это говорить? Ну, в принципе, как бы меньше слов, больше делай, как говорится. Как ты относишься к такому явлению, как секс? Ну, нормально пусть будет. Я здесь в порнуху люблю смотреть, и как бы я набрался опыта. Хотел бы сниматься в порнухе? Была мысль такая. Да, конечно. У меня есть тоже в своей библиотеке много фильмов всяких про себя. Серьезно снимать. Пересматриваешь? Да, конечно. Какая-то, знаешь, выпускной пересматриваешь? Ну да, посмотрел, посмотрел, а, нормально, здесь подкорректирован. Работу над ошибками сделал. Да, согласен. Самый какой-нибудь необычный сексуальный опыт, который у тебя был? Давно, это было под водой, в бассейне я чуть не захлебнулся раньше. Под водой? Это настолько тебе уже надоел секс? Да, просто я был. Хочу сдохнуть во время секса. Три минуса секса? Пот. Были такие моменты. И... После этого ты начал мыться уже перед сексом? Нет, не я, девушка была. Да, я... Ребят, привет. Можно мы буквально на одну секунду вас отвлечем? Мы сегодня говорим на такую очень интимную, может быть, тему, на которую не принято говорить. Мультики. Мультики смотрите? Да. Все, спасибо большое. Вам сколько лет? 17. 17. Не 18. Все, ты спас всю ситуацию, потому что у нас сегодня откровенная тема. Мы говорим сегодня про секс. Не занимались, но видели. Вживую, типа, ты видел? Вживую? Не, 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 не. Как вообще вы относитесь к сексу? Ну, как сказать, если не возводить в абсолют, нормально. Ну, вот не то, чтобы на улице ходить и говорить, чтобы не по-православному было. Вот просто с девушкой прийти домой и ребенка сделать. Как вы представляете свой первый секс? Смотря с кем он будет. Ты должен быть опытный какой-то человек, который тебя что-то научит? Или наоборот, человек, который тоже будет первый раз, чтобы если облажались, то вдвоем как? Да, вообще без разницы, в любом случае смешно выйдет. Контент получится. Ты планируешь это снять, короче. Знаете, вебкам сейчас довольно-таки прибыльная деятельность. Хотел бы стать порноактером? Ну, если бы подкачался, возможно. Но там попросят немного побриться. Да, в смысле, а так, с бородой. Это будет новая категория. Пусатые щекотальщики. У вас уже был опыт секса, скажем так. Не знаю, почему я так решил сказать. Я думаю, что важно просто делать это с человеком, которому ты доверяешь. А если ты доверяешь только родителям? Извините. Вы пара. Нет, ты чуть ближе просто к ней стоишь. Что подаришь? Парню, да, с этим. И парню, и вот этим двум парням тоже. Я им сразу сказала, ваш подарок носки. Секс будет. Все, можешь не переживать. Про секс мы говорим. Я уже чувствую боль. Да, боль, печаль. Масса печальных историй, как меня отвергали. Последний раз я даже бампера лишился. Но ничего не получилось. Как-то связано было с насилием? Не-не-не-не. Ну, так как у тебя уже был опыт, то у тебя... Не был у меня опыт. А вот в чем проблема. Дерственник? Да. Не, ну ты, наверное, шутишь. Нет. Ты классно выглядишь. Почему? Я ботан. Так это же хорошо. Сейчас как раз тренд вновь на умных людей. Нет. Думаешь, о чем поговорить с девушкой и предлагаешь из вариантов что-нибудь типа, давайте обсудим губернатора Алабамы Уоллеса. Даже я тебя сейчас солю, если ты сейчас будешь так говорить. Вот, вот. Найти, может быть, кого-нибудь тебе? Девушке говорится, ищите меня. Я это покатаю вас на голубом Peugeot и многое другое. Нет, он Сэ, но он помотваливается немного. Моторчик под шаманью. У тебя у самого как моторчик? Моторчик нормально. Под шаманиваешь иногда? Ну, невольно приходится. Так что девушки, особенно если вы брюнетки, кучерявые, тем более. Настраиваемся на юмористический лад, потому что вас ждет рубрика Телеканал ТВ. Добрый день, парни. Телеканал Девственник ТВ, ну что, когда уже? Завтра. Вчера. Ну, не Девственник ТВ. Молодец. Добрый день. Телеканал Доска ТВ, передай привет своей бывшей. Привет. Телеканал Доска ТВ, передай привет своей бывшей. У меня не доска бывшая. Передай привет моей бывшей. Привет твоей бывшей. А сейчас нынешняя есть какая-то девушка? Есть. Доска? Нет, у меня вот одна есть. Это бывшая? возможно телеканал 5000 телеканал змея т.в. душите объяснишь потом ему что я имел ввиду все спасибо телеканал сканворды и ответы не подскажете столица франции 5 букв париж полить без каждого скажите телеканал сканворды и ответы не понял столица франции 5 букв париж но если узнаете сообщите потом телеканал сон т.в. телеканал газманов т.в. пропала собака живущая в нашем дворе не видел таком дворе по кличке люси она отзывалась детворей не видел я и котлеты просто носил люси телеканал газманов т.в. пропала собака живущая в нашем дворе никогда не видел она еще по кличке люси отзывалась детворе нет я и котлеты носил еще люси телеканал газманов фтв пропала собака ну и что дальше живущая в нашем дворе не думал нужно петь песню если газманов по кличке люси она отзывалась детворе родной я и котлеты носил спасибо нам главная оценка ваш телеканал фото т.в. секс как вы к нему относитесь положительно прикольно как-то связано может быть связано сколько вам на 19 на 28 я хотел бы чтобы любой секс назывался именно заниматься любовью а вот именно секс за деньги или секс ради секса это возможно материться с 1 февраля нельзя уже материться замени любым другим прикольным словом это помпушка прям нам номер закроем номер не надо да смотрю вас вы мне очень интересно на самом деле ну самое прикольное у меня в жизни произошло то что вот и я этого человека встретил очень веселый добродушный и не боли что мы тебе заплатили за это всем радость зарит подписывайтесь на него если вы не подпишите у вас найдет я вас обязательно найду поздороваюсь и дальше пойду помнишь свой первый секс все было замечательно как он стал моим мужем в итоге да это было 9 лет назад плюсы минусы секса мне иногда бессонница после секса прям сразу хочется спать плюс мужчины появляется мотивация покупать чаще нижнее брио красивая экономия по минус секса с любимым постоянно мужчиной но может надо есть наверное как поддерживать время как аккумулировать я раз в два года меняют цвет волосы вот нормально рыжая кстати да типа фантазии может быть стать есть раз два года у меня новая женщина блондинка была рыжая была шатенка была сейчас брюнетка брюнетки кучерявые тем более было что-то симулировал не да ну бывает просто настроение нету то у него есть самый необычный секс который у тебя был на доме советов на доме советов на крыше романтично занималась сексом только с одним человеком кстати как счастья вывести нужно тебя первый секс был с мужем если ты сейчас задумалась полгода без секса или полгода без мужа полгода без мужа ну так вообще без секса подожди полгода без мужа ты значит и занимаешься сексом на визу не полгода без секса блин ужасно это ужасно все пора разводиться получается нам только верили про сексуальное воспитание еще в школах ты считаешь это нужно обязательно этого очень хватает у нас конечно были занятия ты говоришь про биологию типа у нас у нас в полетской школе такого не было нам показывали фильмы про выкидыш про нежелательную беременность в общем они типа с негатива заходили могли причем это пока столько девочка мальчиком не показывали у тебя будут дети ты вас чего-то вообще начнешь общение ты же там дашь и следопыт насколько я помню да может быть там типа помогите дальше найти найти оргазм не один раз подложили книжечку половое воспитание для детей и подростков эту книгу нашел мой братик которому было пять я такая оборачиваю что-то мой братик притих что ты братишка притих оборачиваться стоит на кровати смотрит на эти прекрасные картинки в книге и такой помнишь свой первый опыт сексуальный мне кажется все помнят невозможно такое забыть твой типа все помнят твой первый сексуальный опыт я советую вообще всем девочкам сначала изучить свое тело потрогать себя везде понять где тебе больше нравится вот нам только что рассказывать там кто-то на крыше дома советов на крыше мне не было кстати говоря а вот в америке было на крыше америки нет на флаге америки если какой-то в этом смысл да мы нагнули соловьеву и киселева понравится наш а сейчас давайте узнаем как прохожие люди опишут свой первый секс одним словом короткая и смешная рубрика собственно как и сам первый секс это очень редкость саде у кого-то первый секс такой был на клёво было все ахуенно дом ну ладно тоже забыл что ли где у вас было ебать как я устал три слова блин сразу три что ли было за день опишите свой первый секс одним словом ой сейчас 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 я это вырежете потом неоправданность потому что знаешь ожидал чего-то одного такого правду ушел а я понял грустно как будто до сих пор этим живешь этим днем нет нет я просто вспомнил так и очень детский тик токи подписан классный тик токи подписан блин классно тебя все да опишите свой первый секс один словом ты озадачил ну кайф наверно не не последний первый опишите свой первый секс одним словом темп ляпа готова под рубрика спросим тот же самый вопрос у девственников у него не было не занимался мы маленькие я не занимаюсь я не знаю никогда не занимался человек вы откуда родом отсюда не может быть вы видите я беру интервью вы начали мне задавать вопросы можно и пожалуйста я в этом году планирую жениться вам сколько лет 28 вам тоже пора уже оператор вам сколько 32 по-любому тоже придется давайте смотрите мы по-любому может так сделать что то чувствуете какой-то мандраж какое-то волнение осознательно хорошие но это не просто так то что я с вами встретился и плюс ну например вот смотрите не загораживаю да не бред на самом деле реал себя снимать реал снимать и просто может быть это может быть вы популярны может быть про секс мы сегодня говорим на чушевую жопу какие-то озабоченные полпокеры я уже все спасибо большое не не надо говорить мы сегодня общаемся с людьми про секс ты сам вообще как к этому относишься положительно что тебе больше нравится окончание конечно да там после 7 минут нормально ты можешь себе позволить дашь и к шикануть 7 минут до но не всегда не всегда бывает конечно да и 40 как бы но хочется все 40 ну да давно вас сняться хотел еще винтарно пытался вас найти когда-то ездишь по городам ищешь вдруг мы сегодня там в самом процессе во время секса стоит вообще общаться с партнером у меня не до разговоров 7 минут там поляна какие разговоры это я вас увидел довольно гарри мечта была пообщаться с вами вживую общение с нами заменяет секс в каком-то да потому что говорю мечта была сняться мы можем больше 7 минут с тобой сейчас общаться мне надо до площадка во время в отличие от секса над здесь надо общаться а там я дал такой интервью после пол шестого похвастайся чем-нибудь ну 31 сходил сюда на митинге теперь нету не телефона не компа шила на мыло уйдет по-любому дурят нас если бы в какой-то момент запретили бы секс ты вышел бы на мить конечно вышел долго бы стоял на митинге я думаю стоял бы будь здоров палаточный городок бы развернул брусчатку снимать бы начал надеюсь мне ваша программа поможет найти постоянную девушку продать себя девушку ну 7 минут разумеется за скобки выносим умный сильно если ты красивая могу всю ночь каком-нибудь один свой минус все-таки дай я лжец то есть ты не сильно некрасивые не можешь вообще стараюсь не врать зачем ну припиздеть люблю прикола ради почему нет при пизде нам чем прикола ради доллар снова 28 продолжая тему сексуального воспитания если хотите чуть больше узнать что обязательно читайте книги и это можно сделать стать и вот на нашей барахолки смотрите сперва конечно же большая книга веселая досуга после этого идет просто веселая свадьба после веселой свадьбы что обычно правильно я мама если кто-то любит экзотику то пожалуйста вот еще есть книжечки по зоопсихологии но лучше не надо потому что это все вот видите библия это все грех сексом носите лучше заниматься под музыку который называется queen после того как вышел фильм где меркури показывали во всем лице и к сожалению занимался сексом не только женщины с мужчинами не будет побочных эффектов что под эту музыку захочется заниматься сексом тогда надо будет послушаться я где будет вера в завтрашний день многие погибали в афганистане молодые ребята думаете под эту песню лучше заниматься сексом есть такой классный парень миг джаггер считается один самых сексуальных парней в 75 лет у него молодые любовницы у вас есть молодые любовницы у меня к сожалению нет молодых любовниц но еще впереди вера в завтрашний день вам просто надоело же под это заниматься сексом можно хочу их превратить в деньги а деньги прожить молодую красивую девушку не легче разговорить он себя гинеколог будьте свой самый необычный секс но самый необычный секс и тогда когда как гинеколог я открываю допустим женщину вложу в кресле то что посмотреть она говорит доктор мне вот хочется вот именно так у меня была фантазия что я придусь на прием разденусь и получу секс у вас не было что типа как я же врач там в врача главный лозунг это помочь человеку это очень хитро если бы я и уговаривал я была подонок врач а если этот человек сам обратился с просьбой помогите и как же я доктор смогу помогли сейчас конечно помог еще несколько раз после этого наружи гинекологом не работаете после этого я гинекологом работаю иногда даже во сне сны приходят секс это подготовка это свечи это цветы это прекрасная музыка кабинет гинекологии романтичную мне один раз звонок был в дверь стоит девушка снимает шубку на ней очень красивая нижнее белье перемотанная вся такими красивыми бантиками это подарок от друзей этого про сны да все говорить это уже это были дорогие друзья вот таким вот был выпуск да вроде как получилось вроде было нормально тепло было где-то даже посмеялись где-то порассуждали поэтому что хочет сказать занимайтесь сексом смотрите наши видео занимайтесь сексом под наши видео нужно подчеркнуть все это был проект океегурис пока а